Всем привет, дорогие друзья! Как всегда, мы прям в эфире, и мы будем сегодня разговаривать, поговорим с Ольгой Образцовой из США. Если вы меня слышите, поставьте пальчик вверх, я буду очень вам признательна. Спасибо, спасибо, что вы все присоединяетесь. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, Инесса. Еще раз напишите. Если вы были на последнем эфире со мной, где я рассказывала, как правильно создавать свои социальные сети и как их публиковать. Напишите, если вы были на этих соц. Инесса, слышно хорошо меня? Я слышу хорошо, да. Сейчас слышу хорошо, спасибо. Как у вас? Слышно нормально или нет? Друзья, напишите. Немножечко связь идет с задержкой, я думаю, сейчас все напишут, как. Хорошо, некоторые участники не были на эфире. Ну, я кое-что напомню. Пропадает звук. Пропадает звук у меня или у Инессы? Хорошо. Рассказывайте. Я думаю, уже все в порядке. Да, в общем, ребята, в прошлый эфир я проводила с Инессой на тему социальных сетей и как построить свой персональный бренд. Почему это очень важно? Окей, Инесса, у вас пропадает звук. Ну, хорошо, слушайте, пока что меня. Почему важно построить свой профессиональный бренд через социальные сети? Потому что сейчас мир интернета, и все, что мы ищем в онлайне, то мы можем продать в будущем. И если наши социальные сети оформлены неправильно, либо же они недостаточно развиты, сложно будет оценивать с инстанцией людей. Я объясняла, что очень важно построить тот же инстаграм. Мне кажется, это как фикток, но он не стоит. Я советую развивать номер один инстаграм, номер два инстаграма. И если вы хотите какой-то талант, сделайте так, чтобы вашу социальную сеть, когда смотрит любой человек, и он вас, к примеру, не знает, было понятно. Именно было понятно, чем вы занимаетесь. Если вы музыкант, значит, больше видео, фотографий с ваших выступлений, где вы играете. Если вы художник, также больше фотографий и разных видео о том, как вы пишете картины, где вы участвовали, какие у вас есть дипломы, награды. С кем, возможно, вы с кем-то знакомы из известных людей, кто давал вам мастер-классы. Это все вам поможет. Потому что человек, видящий вашу социальную сеть, он сразу будет понимать, ага, этот человек занимается тем-то, этот занимается тем-то. И если ему нравится то, что вы предлагаете, тогда, возможно, он заинтересуется и вам напишет в комментарии или в личные сообщения с каким-то предложением. Будь то коллаборация, будь то частный заказ. Может быть, вас пригласят на какой-либо концерт или благотворительное мероприятие. Ну, то есть, может быть, масса разных вариантов. Но если ваши социальные сети оформлены как под личную страницу, а не как профессиональную, где вы показываете, не знаю, как вы едите в ресторанах ваших кошек, собак, вам подарили какие-то цветочки, вы там сфотографировали тортик, еще что-то, это смотрится очень непрофессионально. И просто, ну, люди, как бы, они не будут, они даже не поймут, чем вы занимаетесь. Еще очень важно, опять же, повторяю для тех, кто не был на прошлом эфире, очень важно правильно назвать свою страницу. То есть, если вас зовут, ну, к примеру, как меня, да, зовут Ольга Образцова, вам так и нужно написать Ольга Образцова, не Ольга 6.25 США, потому что, ну, так вас не найдут. Вот, тоже Фейсбук, в Фейсбуке также пишите свое имя и фамилию, желательно на английском языке. И желательно так, Оля, я вас перебью, как вы подавали на конкурсную работу, правильно? Потому что уже конкурсная работа бьется в Гугле, если вы напишите, как вы пишете, писали и подавали свою конкурсную работу имя и фамилию на английском языке, она уже подтягивает в конкурсном, потому что мы много тратим на маркетинг, правильно, Оля? Спасибо вам огромное. И также вы рекомендуете писать в социальные сети, чтобы это тоже уже максимально подтягивалось, правильно? Да, да, да. Имя и фамилия. Если же у вас есть псевдоним, и вы везде хотите показывать этот псевдоним, вот везде, абсолютно везде, во всех социальных сетях, во всех Телеграм, Фейсбук, Инстаграм, не знаю там, ну, в общем, все сети, так и оформляйте, чтобы вас люди находили. Потому что бывает так, к примеру, вы с какого-то концерта видео не записывали, но кто-то записал и кто-то выложил это в YouTube или в какие-то другие интернет-каналы. И этот человек помнит, что вас зовут Виктори. И вот по этому имени, когда кто-то вобьет Виктори, вас и найдут именно по этому названию, понимаете? То есть очень важно записать именно правильно ваше имя и фамилию на английском языке. Обращаюсь особенно тем, кто с Казахстана. У вас тоже кириллица, но ведь Казахстан это не настолько большая страна, и не все знают кириллицу, поэтому лучше все писать на английском. Хочу отдельное спасибо сказать всем казахстанцам, потому что там ребята действительно работают, очень много участников, и практически все, ну, очень достойные показали работы. Так что Казахстану отдельный лайк. Вот. Далее, что еще хочу сказать по развитию личного... И по поводу Казахстана, с ними даже приехало телевидение их, которое сопровождало весь концерт, и тоже сразу же снимали передачи, и в принципе, так как действительно было много участников из Казахстана, вы помните, да, Ольга? И они, в принципе, огромный молодцы. И сразу на следующий день, после того, как заняли они первые места, уже вышло интервью с ними на телеканалах. Так что, welcome. Было так интересно. Я еще лечу из Лондона в Америку назад, а смотрю уже, они выставили свои видео, и блогеры, какие-то популярные блогеры, видимо, в Казахстане уже везде транслируют эту всю информацию. То есть, как хорошо задействовано. Вот просто всем, кто из других стран, берите пример из Казахстана, потому что там, ребята, и маркетинг работает очень хорошо. Вот просто ребята показывают и себя, и представляют свою страну на самом высшем уровне. Вот. Так, по поводу персонального бренда. Сказала, имя, фамилия правильно должна быть записана. Дальше. Самая первая фотография, аватарка ваша. Если вы представляете именно себя, как певицу, значит, фотография близко, где показано ваше лицо с микрофоном. Сразу человек понимает, ага, значит, она поет. Если вы художник, значит, что-то очень близко, ваша рука с мольбертом. Если вы играете на пианино, значит, руки, где вы играете. То есть, сразу, чтобы было понятно, чем вы занимаетесь. Обязательно делайте рилсы. Я понимаю, не все это умеют, но сейчас очень много разных бесплатных приложений, которые вам помогут все это скомпоновать красиво и подать. То есть, не нужно за это платить большие деньги. То есть, все можно сделать бесплатно. Ну, или там за совсем минимальную сумму. Обязательно ставьте свои, обязательно выставляйте ваши награды и победы. И вот сейчас мы уже подходим к тому моменту, именно к сегодняшней теме. Как не обесценивать свой талант. Поэтому в социальных сетях обязательно показывайте, чего вы достигли. Или, к примеру, вот я начала заниматься тем-то, тем-то несколько лет назад. Вот у меня был такой уровень. А сейчас я достигла вот такого уровня. И я горжусь этим. Я стремлюсь продолжать двигаться вперед дальше. Чтобы люди видели ваше развитие. Потому что, если вы не расскажете о себе, то кто будет искать вас, малоизвестного человека, и узнавать, какие у вас достижения и награды есть? Нужно рассказывать. Оль, а скажите мне еще, как нужно написать о том, чтобы узнали СМИ и бесплатно написали о вас статью, да, или пригласили вас на телеканал? Что нужно сделать для того, чтобы о вас узнали? Нужно ли писать заранее, что я еду в Лондон, там, на фестиваль, меня пригласили туда-то, туда-то? Нужно ли это писать или нет? Или как это делать? Заранее писать не нужно, потому что мы не знаем точного результата на фестивале. То есть вы займете какое-то место или нет. Но по итогу фестиваля, да, что нужно делать? На самом деле, двери открыты абсолютно для всех, кто в них стучит. Да, двери слегка призакрыты для каких-то больших компаний. Но если стучать очень упорно, и они откроются. Вот, поэтому это чисто из своего опыта. Так, в общем, чтобы о вас написали на, ну, где-то так, на большом, достаточно большом уровне, да. К примеру, если вы живете, ну, в СНГ, значит, пробуйте себя на local, как сказать по-русски, local, на местных, на местных телеканалах. Есть же местные радио. Может быть, теги ставить, правильно? Их находить где, в Фейсбуке, в Инстаграме, и их уже теги ставить, и их отмечать. Так же, как Golden Time Talent. Их отмечать, что я занял первое место, ура! Да, еще есть обычно на каждом телеканале, на каждом радио, ну, вы же заходите на их профессиональный сайт, и в самом конце там есть у них электронная почта, номер телефона, пресса, еще что-то. То есть, вот, пишите на эту электронную почту и расскажите о том, что... Я думаю, и у них, еще прошу прощения, я думаю, у них, у всех уже есть социальные сети, и очень такие развитые, да, их тоже можно будет отмечать, правильно? Да. Оль, а скажите мне, как правильно писать? Вот мы прошлый эфир говорили, ну, не прошлый, а там месяца два назад, с участником, он говорит, я уже заготовки по тексту, что они просто копируют мой текст и вставляют. Так получается бесплатная реклама и ему, и они не берут за это деньги, потому что он не прощает. Да, существует такая, как бы, не то что услуга, но выгоднее для всех, когда интервьюер и тот, кто дает интервью, как бы, уже заготовлены вопросы, и вы просто подставляете текст, и вот, к примеру, как вы начали свою карьеру? Вы записали, вот я начал свою карьеру так. Второй вопрос, как, что вы видите, как вы видите дальнейшее свое развитие? И так далее, то есть там, ну, к примеру, 4-5 вопросов, этого достаточно. Обычно люди не любят читать много, все любят смотреть фотографии какие-то, видео интересные. Вот. Что еще по поводу персонального бренда? Да, продолжайте. Вот если у вас уже более-менее развита ваша социальная сеть, инстаграм и фейсбук, старайтесь делать коллаборации. Golden Time Talent имеет очень много участников самых разных уровней и самых разных категорий. То есть, если вы певица, но вы не пишете песни, вы можете обратиться в Golden Time Talent... Или к Ольге Образцовой, которая пишет эти песни. Она не только певица. Да, Ольга, вы знаете, что вы тоже композитор, вы тоже принимали участие. Между прочим, друзья, вот вам реклама. Ольга не остановилась, приняла участие, поверила в себе. Опять же, не остановилась. Она стала одной из сильнейших членов жюри нашего конкурса, которая преодолела такой маршрут из США. прилетела к вам, друзья, чтобы оценить ваши работы. Так что, Оля, вам огромное спасибо. Кому нужно написать песню? Ольга, welcome. Пожалуйста, делайте тоже рекламу. Да, спасибо вам большое. Кстати, я заняла именно первое место как singer-sunwriter, как певица, которая пишет свои песни. И я еще раз принимала участие в этом конкурсе как уже поп-певица и также заняла первое место. Ну, а потом уже в этом году прилетела быть судьей конкурса. Так вот, что хочу сказать. Если вам нужна какая-то помощь, да, к примеру, вы хотите... Вот тоже есть здесь на этом конкурсе Golden Talent есть очень много поэтов, которые записывают свой голос, да, и им нужно инструментальное сопровождение. Но обычно как? Люди просто находят из интернета уже готовые композиции, известные, где есть лицензия. И чаще всего как бы эта музыка блокируется, потому что вы не являетесь автором. Что вы можете сделать? Вы также можете найти на Golden Time Talent тех, кто пишет музыку инструментальную. У нас очень много участников. Да, их не настолько много, как поп-вокал, потому что категория поп-вокал огромная. Но все равно эти участники есть. Вы можете их найти, вы можете с ними сделать коллаборацию или записать с ними какой-то дуэт, что будет полезно и вам, и им. То есть вот уже как бы их аудитория подтянется к вашей аудитории. Я имею в виду онлайн-аудитория. И также ваша аудитория подтянется к их. То есть видите, обмен как бы энергией – это хорошо. Дальше я хочу поговорить о том, по теме, как не обесценивать свой талант. Есть такое понятие, как самозванец. И это имеется в виду то, что люди зачастую творческие, они не настолько прагматичны. И бывает так, что они живут слегка не совсем в реальном мире. Ну и многие из них недооценивают свой талант. Многие из них не могут правильно рассчитать финансы, которые они тратят и какой результат они имеют в плане денег. Поэтому желательно, чтобы вы все это контролировали. Ну, к примеру, вот не обесценивать свой талант. Вы же видите себя, да? Вы вспоминаете, к примеру, обращаюсь к тем, кто художник. Вы видели себя, как вы начинали несколько лет назад, и что у вас были совсем такие плохенькие рисунки. И чего вы достигли сейчас? Не стесняйтесь рассказывать о том, что я принимала участие в конкурсе. Не стесняйтесь говорить о том, что я заняла третье место. Третье место – это тоже очень хороший результат. Тем более, какого конкурса? Это же международный конкурс, где принимают участие очень много-много стран. Сейчас на данный момент 71 страна. Поэтому не стесняйтесь об этом говорить. Даже если вы не заняли никакого места, все равно говорите «да». В этом году я не занял призового места. Но вот у меня есть такие планы, я буду подготавливаться лучше и надеюсь принять участие и занять какое-то достойное место в следующем году. То есть, ну, не нужно расстраиваться. Говорите честно и уверенно о своих талантах. И рассказывайте, что да, вот так-то я занял третье место, здесь второе, там гран-при. И показывайте, как вы были до и после. Знаете, очень важно в нашем мире, чтобы люди вам не завидовали, а восхищались вами и хотели быть как вы. Потому что, когда люди видят только очень красивую картинку, зачастую они думают, что это все так легко дается. Но вам лучше показывать, вот как вы идете к этому пути, что это все непросто, вы преодолеваете какие-то препятствия для достижения своей цели. Понимаете, о чем я говорю? Да, как художникам сделать коллаборацию? И еще один вопрос. Есть ли начинающий художник-ребенок, который, согласно политике Фейсбука, не может иметь аккаунт, как себя показывать? Мама сделала каталог истории моего творчества, но его никто не брал и не видел. Хорошо. Так, первый вопрос. Как художникам сделать коллаборации? Художники, на самом деле у вас очень обширный круг, чего вы можете сделать. Начну с того, что вы можете для начала обратиться в свои местные кафе-рестораны, которые время от времени проводят разные мероприятия, где вы можете быть как учитель. То есть, мне кажется, многие уже знают, что вот в ресторанах проводятся такие, как вечера, где можно заказать вино с какой-то небольшой едой, и все остальное время вы рисуете, общаетесь, а на импровизированной сцене художник показывает, какую нужно брать кисточку, какие цвета смешивать. Это все так очень интересно, весело, плюс общение, и время проходит незаметно. То есть, вы можете это сделать. Это уже очень хорошие деньги, кстати. Поняли, да? То есть, вы просто, что? Ну, нужно общаться, нужно уметь общаться с людьми. Заходите в любой ресторан, ну, где вы думаете, это будет актуально, и разговаривайте с менеджером, что я бы вот хотела провести такой класс, мастер-класс как бы по рисованию. Дальше. На очень многих, в очень многих музеях и галереях сейчас проводятся разные мероприятия. И вот в галереях и музеях теперь уже не только выставлены картины и скульптуры, а также принимают участие те, кто играют на пианино. Практически во всех музеях стоит рояль. Ну, вот сколько я была в музеях. Это несложно прийти и спросить, когда у вас будущее мероприятие, какая тематика мероприятия, чтобы вы могли подобрать подходящую песню или подходящую музыку для этого мероприятия. Дальше. Если вы, если вы, как Сингерсон Райт, то есть когда вы пишете песни, пишете музыку, и, к примеру, вы в себе не настолько хорошо уверены, то есть у вас, вы хорошо пишете песни, но голос, вы думаете так себе. Стоит продать эту песню, сделать лицензию, и чтобы пожизненно вы имели какой-то процент с этой песней или с этой музыки. То есть все нужно делать, ну, все делать лицензировано. Далее вопрос о начинающем художнике, которому менее 18 или 21 года. Да, в этом случае нужно делать так, чтобы ваши родители занимались продвижением соцсетей, потому что как бы сами вы, так как несовершеннолетний, вы не можете этого делать. Так я ответила. Значит, нужно... Можно я добавлю? Отличные вопросы, отличные ответы. Вам спасибо огромное. Еще вам хотела сказать, друзья, у нас тоже есть художники, которые принимали участие в конкурсе, и которого сейчас в персональную выставку я помогаю организовать команду Golden Time Talent здесь, в Великобритании. Так вот, открываем секрет. Что делает художник? Он также объединился, это то, что сама Ольга говорила, с теми людьми, кто пишет стихи, и с теми людьми, и он же рисует, и разные, и они издали уже третью книгу, вот издали, и там разные-разные стихи в поддержку Украины есть, друзья. Так вот, вышла замечательная книга с его рисунками и с стихами разных поэтов. Да. Aleppo 28. Это мы тоже для вас ответили на ваш вопрос. Ребята, задавайте еще свои вопросы сейчас, чтобы мы могли ответить, пока все у вас в голове. И я сейчас хочу дальше продолжить по поводу финансовой стратегии. Так, пока вопросов нет, хорошо. Двигаемся дальше. Насчет финансовой стратегии. Итак, вы тратите свое время, когда пишете картину. Вы тратите свое время, когда делаете постановку танца. Вот просчитайте. Я читаю вопрос. Хорошо, я чуть-чуть позже отвечу на вопросы. Просчитайте, сколько времени вы тратите на создание какой-то работы. И, конечно, за эту работу должна быть минимальная заработная плата, так сказать. Но так как вы талантливый человек и ваша работа будет уникальной, то это будет не минимальная стоимость. Вы должны сами поставить стоимость, которую вы считаете будет адекватной. Не занижайте свои работы. И я советую. Да, я понимаю, люди творческие порой летают в облаках. И порой финансовая сторона, бухгалтерия не очень их конек. Но заведите себе, как за правило, иметь ежедневник и все записывать, что вы делаете. То есть, чтобы то, что вы тратите на себя, как вы в себя инвестируете, чтобы оно вам отбивалось. Потому что если вы постоянно вкладываете, 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 а за свою работу вы просите самый минимальный доход, либо же совсем бесплатно, то это вы делаете в минус себе. Поэтому имейте ежедневник, записывайте, что вы делаете, имейте план действий. Ну, скажу из своего опыта, да, я человек творческий и креативный, но все-таки у меня... Ну, я очень ответственная. И я все держу под контролем. И вот все мои планы, мечты и цели, которые я достигла и достигаю, почему я их достигаю. Потому что я имею план, что мне нужно делать шаг за шагом. Ну и, конечно, нужно ставить себе реальные мечты и цели. Потому что, как говорится, если у тебя в кошельке ноль, но ты хочешь стать миллионером за один год, этого не произойдет. Но если ты дашь себе такую установку, что в этом году я буду зарабатывать на 30% больше, чем я зарабатывал в прошлом году, и что я буду делать для того, чтобы заработать больше, скорее всего, у вас получится. Потому что вы себе ставите цель. То есть, когда у вас есть цель, делайте план действий. Как мне ее достигнуть? Просто будьте реалистом и делайте так. Номер один. Вот это нужно то-то, то-то сделать. Два, три, четыре, пять. И каждый день или каждую... Давайте так. Каждую неделю отслеживайте, продвигаетесь ли вы к своей цели вперед или стоите на месте. Если вы стоите на месте, то думайте, что вы сделали неправильно. Неправильно. Иногда нужно себя оценивать как бы как со стороны. То есть, вы должны на себя посмотреть, как на постороннего человека и подумать, какой бы я ему дала совет этому человеку. И обычно, когда вот просто мы видим кого-то, как бы говорят, со стороны виднее. То есть, вы должны подумать, что вы делаете неправильно. Проанализируйте себя, проанализируйте свои действия, которые вас не приводят к результату. И я думаю, что вы найдете ответ на свой вопрос. Оль, а можно еще вопрос? Смотрите, есть... У нас уже стало тут потише, если у нас собралась тут прямо компания. Смотрите, если он художник, или вот у нас есть... Я думаю, она нас слушает, да? Допустим, певица, оперная певица прекрасно поет из Грузии, да? Она приняла участие, но не может довести соцсети до своего логического, ну, скажем так, показания. И как же? Если она грузинка, конкурс британский, говорит она на этом языке, на котором мы с вами разговариваем. И на каком вы рекомендуете ей вести соцсети, на каком языке? Первый вопрос. Во второй вопрос. Сколько нужно постов выставлять, ну, за неделю, скажем так, как часто? И сколько нужно выставлять сториз, вот, в день или в неделю? Вот какой вы дадите совет? Да, хорошо. Спасибо за вопрос. Я советую девушке из Грузии, которая занимается академическим вокалом, но, скорее всего, она нацелена на свою аудиторию в Грузии. Я так говорю. Поэтому лучше всего ей писать на ее родном языке, потому что ее увидит грузинская аудитория. Сразу локально? Да. Грузинская. Потом, когда она наберет стеби, потом выйдет. Сто процентов грузинская, потому что, ну, если она будет писать на английском, то и будет ставить какие-то теги, хэштеги на английском. Скорее всего, ее не найдет грузинская аудитория. А что ей нужно для начала? Но ей же нужно, как бы, закрепиться на своем, в своем месте там, где она идет. Потому что, если у нее нет планов переезда в Британию или в Америку, или, к примеру, во Францию, да, то есть совсем другой язык, то лучше со своего родного языка начинать с местного. Далее, по поводу того, что у нее не получается довести социальные сети до хорошего такого состояния. Ну да, бывает так, что люди совсем, как бы, не сталкивались ранее с Инстаграмом, и как это все работает. Есть люди, их можно найти в любой стране за самую разную плату, кто поможет вам вести социальные сети. Да, это платно, но а что делать? Нужно инвестировать в себя. Ну, конечно, все с умом, не за большие деньги, когда вам предлагают. И обычно, вот если вы будете искать человека, кто вам поможет вести социальные сети, скажите ему, чтобы этот человек показал реальные работы, где было А, а стало Б. То есть, как он помог каким-то аккаунтом, профессиональным, сделать профессиональные страницы, чтобы вы видели, это действительно работает или нет. Потому что, конечно, бывают люди недобросовестные. Дальше насчет постов. Я рекомендую, так как у меня много подписчиков с разных стран, конечно, очень много из США, потому что я живу в Америке, но тем не менее, из разных стран. Я рекомендую так, суббота, воскресенье лучше не публиковать. Ну, или как бы редко публиковать какие-то посты. Почему? Потому что обычно в субботу, воскресенье и пятница вечер люди заняты своими делами. Им не до Инстаграма и соцсетей. Самые лучшие дни это вторник, среда, четверг. Ну, и понедельник вечер. То есть, вот мы можем сказать так, что понедельник вечер, вторник вечер и утро и вечер, среда утро и вечер, четверг утро и вечер, пятница утро. Пятница вечер нет, суббота утро вечер нет, воскресенье утро вечер нет, понедельник утром, скорее всего, нет. Потому что после воскресенья люди обычно идут на работу, и всегда воскресенье, понедельник это как бы тяжелый день, потому что... Начало. Отдыхали, и обычно в понедельник разные у людей митинги, встречи, директора что-то хотят, нужно что-то делать на работе, людям нет интернета. Обычно. Но вечером, да, люди расслабляются. Когда лучше всего записывать посты? Я буду говорить именно по вашему локальному времени. То есть, если вы... По местному времени, если вы живете в вашей стране, и у вас, к примеру, восемь вечера, обычно вот с восьми до десяти вечера идеальное время, когда нужно публиковать что-то. Потому что люди уже вернулись с работы, покушали, проверили уроки у детей, начали отдыхать, включили телевизор, и как бы они расслабились, что-то будут смотреть в интернете. Это пост должен быть или сториз? Это оба. Можно. Сториз, я чуть-чуть скажу далее. Утро. Утро обычно, ну, лучше всего, тоже вот смотрите ваше местное время, да? Это может быть с семи утра до одиннадцати утра. Вот так. Может, попробовать и в перерыв публиковать, когда люди идут на перерыв. Обычно перерыв людей в двенадцать, в час дня. Ну, и, как правило, тоже люди смотрят социальные сети. По поводу сколько постов в неделю делать. Ну, максимум три-четыре поста. Это максимум. Не нужно, чтобы у вас каждый божий день было много фотографий. Лучше сделать так. Лучше записать одну фотографию красивую, профессиональную, или одно четкое видео, рилс, которое залетит, где будет много просмотров, чем вы будете публиковать очень много раз, видео размытое, не очень хорошего качества. Людям просто это будет надоедать, и они будут вас пролистывать вверх. Или отписаться. Да. А подписать? Оль, хорошо, мы выставили пост. Подписать. Да, подписать пост. То есть, что-то небольшое, чтобы это не был большой текст. Ну, иногда нам нужно делать большой текст. как правило, люди не любят читать много, они любят что-то смотреть. Поэтому просто, ну, что-то напишите, о чем эта фотография или о чем это видео. И дальше где-то максимум 8-10 хэштегов, связанных с темой вашей фотографии. И обязательно в конце вот этих всех хэштегов поставить ваш хэштег. То есть, я всегда ставлю хэштег Ольга Образцова. То есть, если кто-то зайдет в Инстаграм, не знаю, они напишут Ольга Образцова, и вот все вот эти фотографии будут видны. И даже в Гугле, если вы зайдете, тоже напишите, к примеру, Ольга Образцова, там будет и название моей страницы, но и также будут вот все фотографии и посты, где я себя подписала Ольга Образцова. Поняли? Сторис Сторис вы можете выставлять на протяжении всего дня, так как сторис здесь только 24 часа. Не нужно выставлять около 20 сторис, потому что социальные сети будут считывать вас как спамера. Это нехорошо. Выставляйте что-то интересненькое. но как бы я считаю так, что если вы все выставляете на протяжении дня, это нормально. Можете это делать каждый день, но опять же делайте минимум один или два дня выходных, чтобы опять же социальные сети не считывали вас как спамера, кто вот постоянно что-то постит, постит и постит. Так, насчет этого понятно. Задавайте свои вопросы. Мы уже говорим 40 минут, у нас еще минут 20 и мы закончим. Подскажите где и как можно провести персональную выставку в Лондоне, чтобы не очень дорого выходило. Инесса, этот вопрос к вам, так как вы живете в Лондоне. Друзья, обращайтесь к нам, команде Golden Time Talent. Мы сейчас занимаемся тем, что проводим персональные выставки. Я уже об этом сказала, что сейчас у нас картины находятся Реброва Владимира и уже три выставки разные локальные были представлены в Великобритании. Так что, друзья, welcome, пишите своим менеджерам, пожалуйста, или здесь под постом, когда вы будете смотреть уже в записи прямой эфир, мы вам обязательно на это ответим. Так что, команда Golden Time Talent с вами всегда, и мы вам всегда в этом поможем. довольны. Насчет вот этого вопроса я также думаю, стоит задать скорее всего вам, так как я не знаю все специфики. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли участвовать у вас в конкурсах художнику из России? А страну агрессора мы не поддерживаем, друзья. Спасибо. Когда можно ожидать дипломы? Как можно получить предложение на конкурс в Лондоне? Ну, предложить, как получить предложение на конкурс в Лондоне? Достаточно зайти на официальную страницу Golden Time Talent, вы увидите там приложение и просто оформляете свою, заполняете форму, и тогда я думаю, да, предложение... Друзья, все правильно, вы говорите, нужно пройти сразу конкурс, а потом, если вы займете гран-при первое или второе место, вас пригласят туда в Лондон. Кстати, следующий фестиваль, Ольга, мы вас ждем, искренне ждем, и будет много сюрпризов и для вас тоже, надеюсь, позитивных, хороших, это будет 8 июня, дай бог, все будет в мире спокойно и хорошо, так что, друзья, планируем на следующий фестиваль, будет 8 июня, вместе с выставкой в том же зале, в котором были выставка, еще дополнительно для художников будет 7 июня, так что, вот так, два дня у нас будет уже, так что забиваем и готовимся. Ребята, запоминайте и пишите в своем календаре, значит, 7-8 июня, Golden Time Talent, Welcome to London, стоимость услуг Golden Time в организации персональной выставки, я думаю, это вопрос... Друзья, это уже потом, да, Ольга, скажите мне, пожалуйста, если я хочу заказать у вас песню, какая будет цена вашей песни, или какие вот, у нас, смотрите, у нас каждый эфир и у вас полон эфир просмотровый, это очень приятно и хорошо, вы очень легко и доступно все объясняете, это я вам искренне говорю спасибо, потому что за умными словами все, каждый может говорить, а вот доступным нормальным языком в прошлом эфире вы прямо показывали на телефоне, куда нужно заходить, что нужно отмечать, это тоже вам огромное спасибо. И еще один вопрос, чтобы вы себя отрекламировали, и еще один вопрос за ТикТок, как вы к нему относитесь, нужно ли его вести, помогает ли он для своего бренда, да или нет, вот такой вопрос. Да, хорошо, по поводу того, какой прайс у меня на услуги записи текста и музыки, это будет около 350 долларов, и будет, конечно, нам нужно будет поговорить о том, что конкретно вы хотите передать, то есть мне нужно будет понять тему песни, которую вы хотите, и в каком ключе вы хотите ее видеть, в мажорном, минорном, что вы хотите больше показать, голос, либо же музыку, вот так. А что роботы с авторским правом писать? Еще раз, сформулируйте свой вопрос, я не совсем поняла, что делать с авторским правом песен. А, ну, хорошо, если вы записали песню, есть сайт, в год, это стоит 100 долларов, и в эти 100 долларов вы можете туда закачивать столько песен, текстов, музыки, стихов, сколько пожелаете, вот, в 100 долларов. я вам сейчас не могу точно... Ольга, а можно будет вот по поводу этого обещать нам, что мы с вами недели через две проведем этот эфир для тех, кто нужна консультация в этом направлении, чтобы вы проконсультировали свои услуги, где, на каком сайте записывать свои песни, и если вы сопровождение этого, Ольга, если вы возьмете на себя тоже наших участников, и себя тоже будете монетизировать и поможете нашим участникам. Давайте подумаем над этим вопросом, да, насчет этого сайта, я не помню его сейчас конкретно название, но у меня в телефоне, у меня два телефона, во втором телефоне все есть, то есть, я вам, напишите мне в личное сообщение, и я вам просто скину ссылку на этот сайт. Это очень хорошо, потому что вот в 100 долларов, да, на год, и вы можете туда закидывать столько информации, сколько вам нужно, ну, мне кажется, это отлично. То есть, если кто-то, ну, как бы, захочет украсть, там выдается такой сертификат электронный, и вы можете его распечатать, и это все, как бы, задокументировано, поэтому в этом нет никакой проблемы. Когда будут результаты 61 сезона? Скорее всего, после 24 октября, верно? Я верну. Все верно, Оль. Да. Так, ну, задавайте еще свои вопросы, какие у вас остались, потому что, в принципе, я практически все вам рассказала, то есть, что мы делаем? Мы оформляем свои социальные сети профессионально, потому что без профессионального аккаунта мы не будем выглядеть презентабельно для людей. далее, мы не обесцениваем свой талант, мы честно и уверенно говорим, что вот я начинала-то с такого уровня, а сейчас у меня вот уже такой уровень, и вы это говорите, потому что вы подтверждаете свои слова дипломами, наградами, участиями, какими-то семинарами, где вы общались со спикерами, кто уже чего-то достиг, поэтому здесь не нужно себя обесценивать и стесняться своих наград и думать, ой, ну, этот раз просто участники были не очень сильные, поэтому мне дали первое или второе место. Нет, у вас был такой уровень, а сейчас у вас уже другой уровень, хороший, и да, я достойна сказать, что я вот хочу иметь такую-то плату за мои услуги. Да? Оль, а скажите мне, и не всегда даже у самых великих певцов получается все спеть, иногда тоже горло болит, иногда и настроения нет, и даже если у вас есть уже и имя, и вы действительно профессионал, можно ошибиться, правда? Бывает, что-то идет не по плану. Как, ну, вот так скажу, не страшно ошибаться, глупо не учиться на своих ошибках, не признавать ошибки, вот это глупо. Дальше, как много участников в каждом сезоне? Всегда по-разному, потому что каждый сезон идет около от одного до полтора месяца, и вот в каждом сезоне сколько участников заполнило форму онлайн, вот столько участников и будет, то есть бывает очень много, а бывает чуть поменьше, по-разному. Ольга, спасибо за ценные советы, что вы меня слушаете, подписывайтесь на мою социальную сеть в инстаграме Ольга Образцова USA Ирина Инесса Билла Golden Time Talent. Далее вопрос от вас, Инесса, прозвучал насчет ТикТока. ТикТок такая соцсеть спорная, потому что в некоторых странах он запрещен, в некоторых странах музыка не звучит, потому что там не соблюдены авторские права, в некоторых странах он просто блокируется. То есть мое мнение, да, вы можете все копировать, то, что вы делаете в инстаграме, но полностью свой фокус, все внимание направить на ТикТок, я думаю, это плохая идея. Подскажите, пожалуйста, жюри оценивает только одно видео или видео в соцсетях тоже. Это хороший вопрос. Скажу вам так. Это то, что вы отвечали на прошлый раз. Оля, мне очень-очень понравилось, между прочим. Вы правильно подметили, друзья, правильно-правильно, Олечка, повторите, пожалуйста. Отличный вопрос. Да, спасибо за этот вопрос. Я скажу так, я оцениваю не только по, я не знаю, как другие судьи, потому что мы не имеем connection, я не спрашиваю, как вы оценили, а как я оценила. Но скажу так, да, я смотрю социальные сети, я ищу человека, потому что бывает, к примеру, участник записал песню, и он ее показывает, плюсовку, где голос уже хорошо смотрит. Очистили, да, Коль? Да, но все-таки у меня есть какие-то вопросы к этому человеку, и я думаю, дайте я посмотрю его социальные сети, где он показывает и когда я вижу, что человек на самом деле не дотягивает, я не могу поставить за ту хорошую его работу 10 баллов. Плюсов, да. А скажите, Оль, а за какую работу вы больше поставите оценку? Там, где плюс спет, минус спет, или там, где у нас еще и без видео присылается? Пустой экран, бульбашки и прекрасный голос там звучит уже на студии. Это вообще работа занижается максимально, правильно? Почему? Да, потому что вы участвуете, ну, есть же разные категории, есть разные номинации, категории в Golden Time Talent, и если вы показываете себя в номинации поп-вокал, есть там категория клип, есть просто видео, есть разные категории. Вот если бы вы показывали клип или, ну, что-то там еще, где неважно, как вы поете на самом деле, тогда бы да, но если вы показываете себя в категории поп-вокал, я хочу слышать ваш реальный голос под минус. Смотреть еще на вас, правильно, как вы ведете себя на сцене, или музыкант, который играет и хорошо играет, но он смотрит в одну точку, друзья, и вы присылаете видео, и как будто вы умерли, простите, и прекрасная музыка, и красивый парень. Ну, посмотри в глаза, да, Оль, как вы сейчас смотрите на нас. Конечно. Так что, мой ответ, да, я смотрю социальные сети, и поэтому для меня очень важно, чтобы человек, который написал себя, Ольга Обрасова, да, на Golden Time Talent, я его так бы и смогла найти в социальных сетях или просто в Google или в YouTube. А там обычно что-то такое странное или вообще ничего нет. И как мне найти этого человека? Бывают другие моменты, бывают так, что присылают видео и песни участники вот Singers and Writers, очень много таких участников, и я бы хотела с ними сотрудничать, честно. И я нескольких человек до сих пор не смогла найти. Ну, как это возможно? Не знаю, вы, наверное, так хорошо шифруетесь от кого-то. Нельзя... Тогда вопрос, да, Оль, зачем тогда все это начинать, тратить деньги на конкурс, тратить деньги тогда на написание песен, на съемку этого всего. Если вы не умеете вести свои социальные сети, все, это путь в никуда, правильно? Это то, что ты приготовил вкусный пирог и взял его, выбросил в унитаз. Его даже никто не увидел и не попробовал, друзья. Так что обязательно поступаем слушаем Ольгу Образцову из США. Ольга, вам огромное спасибо. Вы прошли огромный путь и спасибо вам действительно еще раз за то, что вы член жюри, за то, что вы тратите свое время, за то, что вы делитесь очень ценной правильной информацией, Оль, за то, что вы прилетели из США к нам, чтобы судить наших участников и огромное вам спасибо за то, что вы делали прекрасную фотосессию с каждым, за то, что вы вручали дипломы, вам огромное спасибо. А я вообще хотела с вами еще поговорить, девичьи такие, даже тонкие вопросы по поводу модельного бизнеса. Вы знаете, мы проводили два раза конкурс с моделями, конкурс красоты и ума, и таланта. Мы это объединяли, девочки, все, которые красивые, и мамочки, и возраст разный был, и детки были. Они, чтобы принять участие еще в красоте, они показывали свой талант. И обещайте нам, что мы с вами обязательно скоро выйдем, да, ну, потом в эфир вы с нами об этом поделитесь. У нас будет такой маленький девичник, чтобы вы рассказали вот такие маленькие секреты своего пути. Конечно. И я даже надеюсь, что, ну, когда у вас проходили эти конкурсы, мы еще не были знакомы, но теперь мы уже знакомы, и у меня... Не были 100% и обязательно... ...опыт в модельном бизнесе. И кто не знает, я профессиональная топ-модель США, Curvy Model, то есть Plus Size Model, это очень редко, и первая украинская девушка, модель моего телосложения, кто вышел на профессиональный подиум на New York Fashion Week. Это шикарно, Оля. Шикарно, я вас поздравляю, нам бы об этом очень хотелось бы еще отдельно поговорить, узнать секреты наставничества, и чтобы мы с вами на следующий фестиваль, чтобы у нас были девочки умные модели, чтобы мы это все объединили, и чтобы... Потому что у нас очень много художников, дизайнеров, которые действительно не только пишут свои картины, они присутствовали уже на фестивале, вы видели, они уже и шьют свою одежду, одежду, которые уже представляли и свою картину, и они были одеты в такой же тон своего платья. На одежде ваша работа, которую вы написали, можете делать принт на одежду, на сумки, на какие-то сувениры, как чашки, еще что-то, ну, главное, как бы, профессиональный подход. И последний вопрос, у нас уже время подходит к концу. Чего необходимо, чтобы пидчас, нагороджение, спонсор, участника, мав можливесть слова? Ну, я скажу так, участников ведь будет очень много, и если каждому давать слово именно как спонсору участника, а не самому участнику, программа затянется очень долго, но обычно после фестиваля или в перерыве фестиваля у нас есть у Инессы журналисты, есть люди, кто берут интервью, и вот там как раз спонсор может высказать то, что хотел бы донести. Или, опять же, поддержу, Оля, два слова. Вы должны, друзья, если есть желание, запишите видео, пришлите своему менеджеру, мы обязательно это все разместим в социальных сетях и отметим вашего спонсора. И сейчас в Инстаграме есть отличная функция, Оль, да, мы с вами не сказали, когда выделить автора видео, которое поднимает намного просмотра в рейтинг этого видео. Также вы можете выставить своего спонсора, выставить нас, тыгнуть, и мы тоже им поделимся. Да, да, если вы выставляете что-то связанное с Golden Thumb Talent или же с тем, что вы показываете, делайте тег и отмечайте этого человека, чтобы у него была возможность тоже поделиться со своими подписчиками тем, что вы выставляете. Вот. Ну, вот, в принципе, все, что мы хотели вам, дорогие участники, показать, подсказать. я надеюсь, я вам, в принципе, рассказала все, что нужно, еще раз напомню, оформление своего профессионального аккаунта, не обесценивать свой талант, иметь четкие цели и представления, что вам нужно делать, и, еще раз повторюсь, двери открываются тем, кто в них стучит, никто к вам не придет и сам не предложит все лучшие предложения. Конечно, если вы Том Круз, или ты, если вы тогда имя уже работает на вас, но для начала нужно вам работать на ваше имя. На свое имя. Все верно. Когда уже ваше имя будет на слуху, люди будут знать, что вот, я знаю Ольгу Образцову, да, я ее приглашу, потому что ее знают очень много людей. Я говорю именно по своему примеру, но вы можете также это применять на своем, тогда имя уже будет работать на вас. А для начала нужно пахать, потому что без труда ничего не получится. Но, еще раз повторюсь, не обесценивайте свой талант, но и не задирайте нос, потому что я еще раз повторюсь, тем, кто достиг каких-то уже неплохих результатов и смотрит на людей участников, на конкурсантов, конкурентов свысока, все, сразу вы идете вниз. С вами не захотят работать, потому что с вами будет неприятно работать, просто неприятно, вот и все. Поэтому не гробьте свой талант своим эго, понимаете, о чем говорю? правильно. Спасибо очень . Спасибо вам, Оля, за интервью, большое вам дякую, да, большой привет там, США, да, у вас замечательная погода, хорошего вам дня, потому что у нас уже ночь, а в Украине тем более, да, и в других странах, в Казахстане ночь. Друзья, ну, а вам хорошего дня, так что спасибо огромное, Оля, до следующих с вами эфиров, обязательно готовьтесь, расскажите нам про Spotify, всякие вот такие штучки для наших музыкантов, и о том, как вы можете их сопровождать и помогать, монетизируя тех за консультацию, брать деньги, почему бы и нет. У меня также дочь певица, и я бы очень хотела услышать вот такие маленькие секреты, как все-таки размещать эти песни на всех площадках, и мы бы хотели от вас, как от профессионала, это услышать. Так что огромное вам спасибо, друзья, и если у вас будут вопросы к Ольге, пишите уже под сохраненным эфиром, здесь внизу, и Оля, Ольга вам обязательно на них ответит, ну и мы. Чтобы я ответила на ваш вопрос, напишите, как бы вот собачка, Ольга Обрасова, так я смогу увидеть вашу цель. Увидеть. Да, ну все, всего доброго всем, я надеюсь, вам это видео понравилось, вы сделаете правильные выводы, и продолжите работать над собой, еще раз скажу, нужно развиваться, не сидите на месте, и не думайте, что если сейчас не получат, то не получится вообще, да, получится, но нужно время. Все. Спасибо вам огромное. Все. Хорошего вам дня, Оль. Да. Субтитры сделал DimaTorzok